Приветствую на канале Астроумно. Ежедневно мы произносим около 7 тысяч слов, даже не задумываясь о том, что некоторые слова и фразы могут радикальным образом повлиять на нашу жизнь. Все мысли материальны, а слова – ничто иное, как мысли, сказанные вслух. Чтобы притягивать только положительную энергетику в свою жизнь, нужно очень внимательно относиться к собственным помыслам и речи. 4. Стоит как можно реже употреблять слова, блокирующие энергетические потоки. В идеале лучше вовсе исключить их из своей лексики. Вот самые распространенные слова, которые притягивают негативную энергетику в нашу жизнь. 5. Нет. Старайся формулировать мысли, избегая этого слова. Конечно же, вовсе исключить из лексики отрицательно не получится, но можно произносить его гораздо реже. 6. Ненавижу. Ненависть – разрушающее чувство. Не следует произносить это слово даже в шутку. Если тебя изрядно насолили или сделали очень больно, то говорить «ненавижу» совсем не обязательно. Можно выразить свои чувства другими словами. 7. Проклятие. Это слово одно из самых сильных по своей энергетике. Произнося его, есть реальные шансы навредить другому человеку. Но не стоит радоваться. Отправленный негатив обязательно возвратится к своему первоисточнику. 8. Проблема. При частном употреблении этого слова, как магнит, будет притягивать в твою жизнь все новые и новые неприятности. Если у тебя возникли мелкие жизни и трудности, старайся не называть их проблемой. 9. Бедность. Слово, которое влияет на формирование наших мыслей. Помни, что богатые люди не зацикливаются на экономии. Они посвящают большую часть времени мыслям о зарабатывании денег. Старайся как можно реже употреблять это слово, дабы не спугнуть материальную удачу. 10. Смерть. Это слово не просто отнимает положительную энергетику, но также лишает человека жизненных сил, чтобы не притягивать неприятности, исключив его из своей лексики. 11. Черт. Если ты не хочешь, чтобы любые твои начинания заканчивались неудачно, старайся как можно реже употреблять это слово. 12. Никогда. Всем известна поговорка «никогда не говори никогда». Даже в хорошем смысле не стоит употреблять это слово. Когда человек просносит его, он решает себя жизненной энергией и уничтожает внутреннюю гармонию. 13. Невезение. Тут задействована приставка «не», которая несет отрицательный характер. Слово «невезение» становится преградой для положительной энергетики лишь в том случае, когда ты произносишь его в свой адрес. 14. Устал или усталость. 15. Ты действительно можешь быть усталым, но не стоит акцентировать на этом внимание. Часто, повторяя фразу «я устал», ты отнимаешь у себя жизненную энергию, забывая о том, что еще есть порох в пороховницах. 15. Дурак. Это слово кажется чрезвычайно безобидным и даже шутривым, но не тут-то было. Называя так другого человека, ты придаешь ущербности самому себе, отнимая положительную энергетику. Больше интересных слов есть на нашем сайте Астровумна. Перечитывать их, конечно, я уже не хочу. Поэтому заходите на наш сайт, ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok